Здравствуйте! Уже многие семьи нашей области начали подготовку к новому учебному году. Школы и детские сады ждут своих воспитанников, но места, увы, хватит не всем желающим. Сегодня в центре внимания вопрос доступности дошкольного образования в нашем регионе. За пять лет общероссийской программы по строительству и реконструкции детских садов из федерального бюджета было выделено 130 миллиардов рублей. Введены в строй сотни садиков по всей стране. И если в 2011 году в Архангельске в очереди стояло 11 тысяч детей от 3 до 7 лет, то сейчас детям такого возраста места предоставлены почти на 100%. Зато нуждаемость в детском саду для детей от полутора до трех лет осталась на прежнем, высоком уровне. Ясельных групп практически нет. Региональная компенсация в 2000 рублей за непредоставление места в дошкольном учреждении тоже касается только детей с трех лет. Значит, закрывать программу строительства новых садов еще рано. На днях я была в поселке Катунино Приморского района, где в прошлом году начали возводить новый детсад. Строители подвели все коммуникации, выполнили нулевой цикл работ, уже потрачено 18 миллионов бюджетных рублей. Но на этом финансирование кончилось. Объект заморозят, а людям останется очередной долгострой. Рациональность прекращения такого строительства не только для меня вызывает большие сомнения. Немалую роль в решении проблемы нехватки детсадовских мест играют частные детские сады, но их услуги не всем доступны. Мы в Государственной Думе предложили снизить на такие организации налоговую нагрузку. С несколькими депутатами-коллегами мы разработали законопроект о применении нулевой ставки по налогу на прибыль для учреждений, осуществляющих присмотр и уход за детьми. Нашу инициативу Госдума поддержала. Закон принят. Но все-таки властям исполнительным нельзя скидывать в себя обязанности по обеспечению мест в муниципальных детских садах всем желающим. С текущего года начала свою реализацию новая федеральная программа в сфере образования. Это строительство и реконструкция школ. В 2016 году будет выделено порядка 50 миллиардов рублей на российские школы. От регионов ждут конкретные предложения и собственных усилий. По самой скромной статистике половина наших школ нуждаются в капитальных ремонтах. По области есть десяток недостроенных объектов, которые обязательно нужно ввести в новую программу. Например, здание Ломоносовской гимназии в Архангельске, закрытое на реконструкцию в 2009 году и которое все никак не откроется. Как говорил Ницше, учение необходимо для созидания. И доступное образование наших детей – это залог развития нашего города, области, страны и гарантия достойного будущего. До свидания.